Якутская зима То можно уловить аромат зимы Чем она пахнет? Она пахнет свежестью Она пахнет лесом Она пахнет солнцем Вот такая вот якутская природа Кто не любит мороз Тот не живет в Якутии Тот уезжает А кто остались Это все, кто любят мороз Меня холод не пугает Потому что я с рождения живу в Якутии Жители экстремального края Самой продолжительной зимой Установили с холодом Свой особенный контакт Если многие от него пытаются убежать То другие идут навстречу Все чаще и чаще В парках и на улицах городов А также на лесных тропах Можно увидеть людей Бодро и уверенно шагающих С двумя палками в руках У некоторых прохожих Это вызывает недоумение У других активный интерес А все потому, что эти люди Идут явно используя Определенную технику движения Наверняка вы уже слышали Что эта ходьба называется скандинавской Однако мало кто знает Что ходьба с палкой Появилась еще в древние времена Когда пастухи и паломники Использовали ее в качестве подспорья Для прохождения сложного рельефа Это ходьба Я впервые узнал у своего коллеги Когда учился в Москве И он защищал Курсовую работу Именно по скандинавской ходьбе Мне было интересно Как это Что за вид И оказывается Это было очень похоже на лыжи Я как лыжник Быстро понял В чем дело И какая суть содержания И самое интересное Что этой ходьбой Можно заниматься Круглый год Я как лыжник Например Зимой Крепкие морозы Мы всегда останавливались Переходили в зал А вот в этой ходьбе Никуда не надо переходить Круглый год ходишь Данный вид ходьбы Был изобретен в 30-е годы 20-го века Финляндии Для того Чтобы не прерывать на лето Тренировки лыжников Находчивый финский тренер Внедрил специальные тренировки В межсезонье Чем и объясняется Специфика техники Скандинавской ходьбы Ну и непосредственное Использование палок Исперва уделяем Внимание на осанку Подбираем живот Когда Стоим на носок Живот уходит В сторону спины И держим И отпускаем Голова Подбородок Сюда И макушкой вверх Тянется Если Если так Вон Прокачиваем Что Осанка Нормально стала Так Хорошо Самое главное Чтобы правильно Одеть темляк Проверить Да, как проверить Вот вы одели темляк На липучках Как проверить Вот Подняли палки Вот так В руки И отпустили Если палки стоят на месте Значит Это хороший темляк Подходящий Чтобы С ним Чтобы с ним Этот Хорошо ходить Да, вот Вот Я Видите, да У нее разница И у меня Раз Я отпускаю Стоит на месте Значит Все правильно Теперь мы ее Вот так вот Настраиваем Что этот Еще больше Да Еще больше Вот И теперь она Отпускает Да Вот уже более-менее Да Ну будем считать Более-менее Высота палки Должно быть Вот Ну Есть несколько Стилей ходьбы Но вот это вот Классический Летний вариант Ходьбы Вот смотрите Палки до пупка Это почему так Потому что Палки Изначально Да Вот Должны Имитировать Работу Ну Отмашку рук Даже если без палок Она идет Вот И рисунок Движения руки Видите Вот так вот Полукруг Да Будет И мы сюда Просто ставим Палки И помогаем С этими палками Например Толкаться И помогать ногам Если мы правильно Подобрали палки При постановке Палки Вот Наконечника Палки Где-то На линии Пятки У нас Будет 45 градусов Вот Потом Смотрите Рисунок Ходьбы Я делаю Шаг Медленно Да Вот так Поднимаюсь На носочки И Отталкиваюсь Уже Вот с этого Положения Я уже Отталкиваюсь И получается Весь рисунок Ходьбы Рука Вот так вот И каждый раз И тогда Получается Попробуем Да Получается Мы идем Вот Раз Два Раз Два Вот Вот И таким образом Мы идем Смотрю У кого Локти Вон Согнутые А Пользы Не идет Здоровье Когда Эта Нагрузка Дается Вон До Локтевого Сустава А дальше Не идет Мыши Не работают Когда Перемые Вон Локти И рука Назад Идет Вот Плечевой Сустав Работает Плечевой Сустав И Лопатки Выходит Ошибка Вот Она Локоть Сгибает Руки Должны Быть Практически Прямые И жесткие И тогда Вот Этот корпус Включается В работу Мышцы Спины Самое Главное Да Почему У нас У всех Позвоночник Слабый Позвоночник Всякие Болезни Потому что Мышцы Мышцы Спины Не работают Поэтому Вот Эта Ходьба Скандинавская Она Как раз Через руки Передает Мышцам Нагрузку И Это Мышечный Корсет Который Вот Мы При ходьбе Делаем Скручивание Да Вот Это Вот Она Упражняет Очень хорошо Мышцы Спины А Это Положительно Влияет На Работу Позвоночника А Раскручивание Корпуса Почему Мы Требуем Чтобы Раскручивали Корпус И Вот Позвоночник Стоит Прямо Когда Раскручиваем Корпус Вон И Межпозвонки И Между Позвонками Вон Жидкость Появляется Вон И Смазка Вон Идет Смазывает Вон Когда Вон Раскрутка Если Вы Делаете Шаг Да Обычный Шаг У вас Плечо Стоит На На месте А Когда Вы Делаете Ширый Шаг Тогда У вас Видите Корпус Должен Повернуться И Тогда Работают Начинают Работать Мышцы Спины Поэтому Очень Важно Когда При Ходьбе Стараться Корпусом Руки Как-то Чуть Чуть Подальше Чуть Чуть Вперед И Тогда У вас Корпус Работает Это Называется Скручивание Корпуса Что Оно Дает Оно Дает Очень Хорошее Упражнение Позвоночнику А Состояние Здоровья Как Японцы Утверждают Это 80% Здоровья Позвоночника Поэтому Эта Ходьба Очень Серьезно Помогает Межпозвоночником Диска Вот смотрите Раз Мы идем И каждый раз Вот мы Каждый раз Поворачиваем Плечо Вперед Легко Одеты Но Когда 15 минут 20 минут Достаточно Хорошем Интенсивном Темпе Прошел У тебя Уже Адаптация К этому Холоду И Оказывается Иммунитет Увеличивается Именно Благодаря Адаптационным Механизмам Поэтому Ходьба Вообще Сейчас Наши люди Уже Поняли Это Говорят Раньше Вообще С дома Не выходили А сейчас Как 15-20 минут Вышли И пошли И адаптировались К этому Морозу И мороз Уже Становится Другом Даже Сейчас Туманы Уйдут И нам Уже Скучно Потому что Это действительно Дает Какой-то Заряд Такой Очень Хороший Так получилось Что я Заболела И мне Поставили Диагноз Очень страшный Онкология И Только Скандинавская Ходьба Я считаю Когда Была Химиотерапия Только Скандинавская Ходьба Помогла Мне Встать Помогла Идти Дальше Двигаться Вот так Живем Не думаем Овечно Намного Проще Жить Идти Идти Заглянув Однажды Бесконечность Что Жизнь Мир Внезапно Узнает Что Хорошего Ты Сделал В этой Жизни Кого Любил И Сам Был Ли Любим За Все За Все Придется Там Ответить Где-то Свертое Летно Всего Любой Из нас Частица Вселенной Как Тихий Шорох Листья Как Тихий Шепот Звезд Дар Жизни Удивительные Бесценные Любите Страшные Искренние Всерьез Кандинавская Ходьба Способствует Не только Развитию Физической Культуры Но и Творческому Пробуждает Творческое Начало И люди Становятся Прямо И артистами И певцами И Я не знаю И художниками И это Так радует Вообще Просто Я не знаю Тут заряжаешься Такой энергетикой Таким Позитивом Очень Помогает Свежий Тут Лечебный Воздух Тут Птицы Поют Тут Солнышко Ярко И в общем Все Глаз Радует И зрение Улучшается Нервная Система Укрепляется Раз Нервная Система Укрепляется Значит Человек Здоровый Уже Не так Подвержен Болезням Я переехала в Якутск Из Улуса И начала ходить В клуб Стиму Мы всегда Собираемся В парке И ходим Там сосновый воздух Он очень благотворно Действует На нас И считаю Что тот Кто занимается Ходьбой На себе Чувствует Как улучшается Состояние Его здоровья Развиваются Все мышцы Тело Очень полезно И после ходьбы Чувствуешь Прилив Гормона Счастья Вот я сейчас Заметила Уже не один год Хожу Что холод Дает еще Больше Здоровья Для человека Прямо вот Видимо Идешь И организм Уже отвечает Он начинает Бороться С холодом Он начинает Мобилизировать Все силы Очень холодно Было Все равно Мы ходим Сегодня Ходила Три километра Ходила Утром Я утром Рано Стою На Тача Ходим Не кушаем Ничего Нам Очень Это Полезно Ходить В этом году Даже не чувствую Я не болела Даже с гриппом Не болела И ничего Не болит Я очень люблю Когда холод И когда холодно Ходить Это намного Лучше К организму Потому что Когда холодно Там кислород Превышает 30% Выше Вот Вот это И иммунитет Очень даже Рабатывается Усиливает Да И Вот Маленькие Орви Там Гриппы Уже Не болеешь В этом году Я ходила Всю зиму И даже Тогда Когда было 50 градусов Мороза В парке Под соснами Тепло И холод Особо Не чувствуется С 6 до 10 Утра Бывает много людей Днем Вечером Тоже ходят Сейчас В городе Занимающихся Ходьбой Стало Больше Люди Стали Заботиться О своем Здоровье Пандемия Тоже Заставила Задуматься Нас Тот Кто Ходил Тот Укреплял Свой иммунитет И такие Не заболели Я в этом Просто Уверена Сейчас Особенно Актуально Потому что Сейчас Пандемия По всему Миру Коронавирус Который Сгущает Кровь А как Надо По всему Телу Чтобы кровь Не застаивалась Это Тоже Больше Мыш Заработало 90% Мыш При ходьбе Работает И Они Заставляют Работать Сосуды Кровеносные И Она Получается Вот Именно Глобально Влияет На Организм Человека И Человек Действительно Оздоравливается От Движения Бум Скандинавской Ходьбы Среди Обычного Населения Произошел Лишь в конце 90-х Годов И Тогда же Перерос В самостоятельный Вид спорта Сегодня Его любят Все И Практически Во всех Уголках Мира Позапрошлом Году Здесь Уже У нас В республике Организовали Республиканские Соревнования По Скандинавской Ходьбе Это Было Первое Республиканское Соревнование Где Я По Своей Возрастной Категории Заняла Второе Место Вот Так Вот Я Услышала То Что В Москве Значит Ну Проходит Второй Кубок Москвы По Скандинавской Ходьбе И я Вот Решила В шестнадцатом Году В сентябре Месяце Съездить И Из Якутии Нас было Трое И я На своей Категории Заняла Третье Место И после Этого Я Начала Заниматься Усиленно Я Вот Как Спортивный Ученый Наблюдаю Что В спорте Достигают Больших Успехов Люди Которые Делают Волнообразные Нагрузки То есть Все время Одни и те же Нагрузки Она Потом Не приносит Пользы А когда В один раз Большие Нагрузки А потом Меньше Это дает Очень хороший Сдвиг Поэтому Когда мы В выходные Идем Поход Это Как правило Двойной Удар Когда мы Идем Походу Даже 57 градусов 50 Больше Мы Идем Поход После Ходьбы Некоторые Из наших Даже Купаются На снегу Я готова Самое интересное Что для меня Например Как бывшего Спортсмена Вот В этой ходьбе Когда мы Ходим Походы Два часа Где-то Примерно И нагрузка Такая же Как будто Я раньше Занимался И я чувствую Омоложение Омоложение И чувствуешь Потом После отдыха Стрелив сил Это все Присутствует Как и в спорте Поэтому Я вижу Людей Которые В возрасте Приходят И они Меняются Не только Физически Ну Интересно Но даже Умом Силой Мысли Вообще Человек Человеку Это дает Очень много Это даже Входит в привычку Утром Просыпаешься Делаешь зарядочку Это зимой Делаешь зарядку Приходишь сюда Проходишь Своим Ну я хожу Четыре километра Будем Значит Здесь у нас Спортивные снаряды На спортивных снарядах Немножко разминаемся Идем домой Прихожу Варю себе Кофе Выпиваю Сажусь в кресло Выпиваю Чашечку кофе И на весь день У меня Хороший заряд То что было До скандинавской ходьбы Это ветхий завет И вот Новый завет Это вот Скандинавская ходьба Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это уже испытанное термобелье Я сама уже В этом четвертый год хожу Она Вот костюм После термобелье Надо одеть Обязательно Флисовую кофту Потому что кофта Она Не мокнет И холодом Вообще Не дает холод Да И Костюм Именно Не пуховой А надо одевать Синтепоновые Потому что Синтепон Она Не мокнет Во-первых Во-вторых Она Очень быстро высыхает И вот Я всю зиму прошла И мне вообще Не холодно Да И Когда Стойкие морозы Надо одевать Такие масочки Да И вот Очень даже Вентиляция есть Дышать Спокойно Можно дышать У нас Вот Требование Дышать через нос И мы Одеваем Балаклавы Которые Создают Вторую камеру Которые При выдыхании Воздух Нагревается И Этот Ну К процентном отношении Нагретый воздух Человек Вдыхает Через нос Поэтому У нас Это все Предусмотрено Балаклавы Одеваем И Любой мороз Нам не страшен Действительно Данное Приспособление В морозную погоду Очень эффективно Однако Есть люди Которым В такой маске Не всегда Комфортно Для таких Случаев Предусмотрены Другие Виды Защиты Мы Нашли Смельчаков И предложили Им провести Небольшой Эксперимент Добрый день Уважаемые Любители Скандинавской Ходьбы Я представляю Компанию Криопротек Который Я является Резидентом Нашего технопарка Наша компания Разработала Инновационный Продукт Это Средство Защиты Кожи От Обморожения Который В этом году Вышел На продажи В магазинах Якутска В частности В магазинах Ганза Мы хотим Предложить Вам наш Продукт Для тестирования Потому что Как мы знаем Вы длительное Время проводите На улице В наших Суровых условиях При которых Риск обморожения Кожи Очень высокий И Нанеся Этот крем На поверхность Вашей кожи Вы Через некоторое время Во время Ваших прогулок Почувствуете Его защитный эффект Данный продукт Он создан Совершенно По другой технологии В нем Не содержится Жиров Он Не является Аналогом Гусиного Или Медвежьего Жира Или традиционных Зимних Кремов Здесь Использованы Специальные Соединения Так называемые Криопротекторы Которые Защищают Клетки От Замерзания Сейчас Когда уже В конце шли Уже теплее Не намазанная У меня Как точка Холодная Как будто точка А это Уже тепление Немножко стало Получается Спасибо большое За то Что мы согласились Участвовать В нашем тестировании Это Ваша Любознательность Это Ваше Желание Испробовать Что-то новое Это очень здорово Это классно И я думаю Что все равно В итоге Вам понравится Этот продукт Ну конечно Вот при таких Низких температурах Нужно использовать И Наше средство И традиционное Потому что Все-таки Это очень низкие Температуры Даже солнце бывает Знаете Идешь, идешь И раз Луч солнца Например Показался И мы стоим Загораем Пусть пять минут Но мы на солнце Мы настолько Любим свой парк Мы настолько Любим природу якутскую Я очень люблю Свою зиму Потому что Ну только зимой Мне кажется У человека Появляется Зимняя энергия Зимнее тепло Зимняя радость Смотришь На это небо Голубое Слышишь Пение птиц Все проблемы Забываются Они становятся Ничтожными Мы начинаем Думать по-другому С оптимизмом В организме Все Как-то вот так Водошвляется Какие-то гормоны Наверное Счастье Появляются Скандинавская ходьба Для меня сейчас Просто Мой образ жизни Мой образ мыслей Моя жизнь Можно сказать Мы Влюбленные в жизнь Потому что Мы все скандинавы Мы умеем Дружить А еще Веселиться На славу Холодно Ни почем Ни почем Нам болезни Тревоги Рюкзачок На плечо И обходим Все тропы Дороги Редактор субтитров Корректор А.Кулакова